И ровно неделя прошла с тех пор, как новые судьи Верховного Суда Украины приняли присягу. В целом судейскую сферу страны в ближайшее время ожидают глобальные изменения и не только благодаря принятой реформе судебного органа власти. Но при этом честное имя Фемиды продолжает порочить некоторые ее служители. Внимание общественности привлекли некоторые факты из жизни и служебной деятельности зампредседателя хозяйственного суда Одесской области Светланы Власовой. А те, кто непосредственно пострадали от ее деятельности, даже создали группу в Фейсбуке «Остановим беспредел судьи-оборотня Светланы Власовой». Также в Украине запущена онлайн-платформа «Комитет общественного спасения». Ей может воспользоваться любой желающий, столкнувшийся с судейским беспределом, либо коррупцией. У ряда общественников есть подозрения в том, что судья Власова, в частности, внесла недостоверные данные в декларацию о доходах. Госпожа Власова за все годы, которые были опубликованы в декларации, это с 2013 по 2016 годы, является владелицей лишь только одной квартиры, расположенной в Клубничном переулке, общей площадью 73 квадратных метров. То есть, в случае, если будет установлено, что она действительно является собственницей коттеджа в переулке на улице Вавилова, то, соответственно, это будет основанием для того, чтобы признать факт внесения ею недостоверных сведений в декларации о имущественном состоянии и внесения недостоверных сведений в декларацию про доброчестность судьи. Журналист и общественник Игорь Елен провел свое расследование и заподозрил замглавы хозсуда еще и в возможном сокрытии доходов. Это косвенно подтверждает одна весьма недешевая покупка – внедорожник Hyundai Santa Fe 2012 года выпуска. Зарегистрирован автомобиль на женщину 40-го года рождения, а ездит на нем Светлана Власова. Мог ли пожилой человек приобрести автомобиль, который на рынке стоит более 10 тысяч долларов, задается вопросом общественник. То есть дорогой автомобиль, недешевый автомобиль приобретает для того, чтобы передать этот автомобиль в бесплатное пользование гражданке Власовой, которая, занимая должность судьи, получает не самую маленькую по меркам Украины зарплату. Значит, о чем это говорит? Если действительно подтвердится, что данная сделка приобретения этой бабушкой машины носит фиктивный характер с целью скрыть основной договор, то есть фактически договор приобретения гражданкой Власовой, либо ее родственниками этого автомобиля, то, соответственно, это очередной вопрос к НАЗК. Любопытен еще один факт. По данным информагентств ведомости, элита страны, таймер и других, проживает Светлана Власова в коттеджном кооперативе «Белый цветок» на улице Вавилова. Это частный сектор в районе мемориала 411 батарея. Причем элитные апартаменты, опять же, в ее декларации не указаны. Соседи судьи обвиняют ее в том, что она отказывается оплачивать коммунальные услуги. Долг Светланы Власовой превысил уже 50 тысяч гривен, причем это данные за 2015 год. Сейчас задолженность, скорее всего, еще больше. Теперь судейские долги вынуждены частично оплачивать ее соседи. В отместку зампредхозсуда инициировала запрет деятельности жилищного кооператива. Необходимо выяснить, первое, является ли гражданка Власова собственником конкретного объекта. Если она не является, то тогда ее действия, связанные с препятствием деятельности кооператива, фактически нарушают права людей и владельцев этих коттеджей. И, с другой стороны, является признаком вмешательства в хозяйственную деятельность кооператива, что уже само по себе является основанием для привлечения ее к ответственности. Таким образом, комплексная судебная реформа должна коснуться не только Верховного суда Украины, но и местных и апелляционных судов. Мы продолжаем следить за деятельностью онлайн-платформы с верой в то, что ее деятельность поможет очистить судебную власть от оборотней в мантиях.